Итак, я продолжаю тебя будить, я продолжаю вливать в тебя кофе. А я уже заряжаюсь, понимаешь, я уже чувствую аромат этого замечательного напитка. Латанова, спасибо тебе большое. Ежели бы не ты, вот знаешь, и твой кофе, я бы, наверное, до виноградовой не добудилась. Мы действительно заряжаемся кафе от кофейни Латановой и советуем всем вам, кто нас смотрит, также последовать нашему примеру и сварить себе чашечку ароматного кофе, чтобы это утро среды было еще более ярким и насыщенным и бодрым. Я смотрю, ты делаешь успехи. Я пью. Да, ты пей. Горячий. Ты пока пьешь, я хотела бы передать слово еще одной конкурсантке, еще одной номинантке на роль ведущей нашего прямого эфира. Она уже бывала здесь у нас в гостях, брала на себя ответственность, вела, по-моему, рубрику «Хорошие новости». Ну, в общем, сейчас мы ей тоже дадим возможность такую же. Корреспондент службы новостей «Город» Жасмин ее зовут. Вот что произошло сегодня, может быть, вчера, важного и главного, о чем ты хотела бы нам рассказать. Жасмин. Всем доброе утро, я Жасмин, я действительно хочу стать ведущей и подготовила для вас некие новости. Первая новость – конструктор для взрослых. Власти города хотят разобрать и заново построить… Сейчас, извините, прямой эфир, немножко волнуюсь. Начну сначала. Власти города хотят разобрать и заново построить… Сейчас, секунду, все, сейчас, я точно. Власти города хотят разобрать и заново построить падающее здание. Да блин, я не могу. Сейчас, секунду, я просто не вижу даже текста. Власти города хотят разобрать и заново построить накренившееся здание на Московском проспекте. По словам вице-мэра города Александра Зуева, пойти на тот шаг позволяет… Я не могу, все. Куда я маху? А, вот. А вот, 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 вот. Я тоже бахнула. Жасмин, спасибо тебе большое. Нервничает она, нервничает. Ну, мы все нервничаем. Очень сложно взять себя в руки, потому как прямой эфир он действительно обязывает. Ну, в общем, мы пожелаем Жасмину удачи. Я думаю, что у нее со временем все получится. В конце концов, это просто тесты, поэтому не стоит расстраиваться. Вот, у тебя еще впереди много телевизионных уроков в нашей школе телевидения, где ты почерпнешь знания и уверенность в себе. Так, ну, а сейчас мы перейдем к Даше Ветлич, которая уже тоже много чего почерпнула. И совсем не нервничает, кстати, да? Да, но совсем не нервничает она, главный редактор и по совместительству… Расскажет нам про пробки, потому что пробок сейчас нет, дороги абсолютно пустынные, а значит, Даша с легкой ироничной улыбкой просто расскажет о том, чего, в принципе, не существует на этот ранний час среды. Даша, тебе слово. Расскажи про пробки, пожалуйста. Это рубрика «Пробки», спонсор которой портальная бойка «Эрли», которая функционирует на Калининградской 2Е. Эта улица, кстати говоря, находится в Большом Исакове, и, как передают Яндекс.Пробки, сейчас там нет абсолютно никаких заторов. Если ваш автомобиль грязный, пожалуйста, отправляйтесь, все вымоют, все почистят. Ну и вообще, в столь ранний час, на часах сейчас 7 часов 14 минут, затруднения наблюдаются лишь на одной улице города, это улица Театральная, в районе пересечения с Гвардейским проспектом. В целом же, обстановка наиболго приятнейшая, чтобы вовремя попасть на свои рабочие места, или, возможно, вернуться побыстрее домой. Так что, если вы еще не в пути, заводите свой автомобиль и отправляйтесь в нужное вам место. У меня вся информация, я передаю слово ведущим в студию. Спасибо, Дарья. Ну а мы, взяв это слово, отправляемся к вас смотреть... Рекламу на Первом городском. Посмотрим и снова встречаем утро вместе с нами.